Ладно, давайте смотреть. Нейрон у нас в топе сала, если кто не помнит. И он выставляет почему-то безумного козла на лос. К слову, я на кого-то из них вполне могу попасть. У меня там какая-то непонятная ситуация. Вообще не ясно, кого дадут. Если подумать логически, я сейчас проверю одну догадку. На тему Финдер Госта и Айс Рейна. С кем они играли. Ну, скажем так. Очень похоже на то, что Финдер Госту дадут либо Симонта, либо меня. Айс Рейну по остаточному принципу. Посмотрим. Да, Энфи опять будет. Энфи уже вышел. С запасом, я бы сказал бы. Энфи еще после прошлого тура, по-моему, вышел. Там отрыв от Аданта чудовищный. Я в прошлом сезоне Симонт. Симонт, по-моему, единственный человек, которого я в прошлом сезоне смог избить. Прокачка. Интересный волк. Хаос довольно корявый. То есть, то, что у Хаоса по сути своей, ну, как бы ничего нет. А он в топе. Тут надо кинуть камень в Ефирюгу, конечно. Я шучу, но все-таки. Я имею в виду, что это Хаосу второй сезон. А он, как бы, был на третьем месте, по-моему, до этого матча. Или что-то типа того. Очень не хватает навыков этому Хаосу. И Гордов. Некры смотрятся более... Более адекватно, что ли. Да у нас везде практически плотные группы. В плане и вылета, и всего остального. Девочка-бладвайзер, к слову, у Симонта. Немножко странноватый Блиц. Мне кажется, что без контакта можно было спокойно МБшкой залететь в левого козла. И все. Додж правильный. Я бы еще дальше спрятал в кармашек пятку. Чтобы ее не марчили и не били. Ну да ладно. Хаос правильно идет на контакт. Хаосу дают бить, хаос бьет. Абсолютно верная мысль. Ну, скажем так. Я могу сказать, что после этого матча... С довольно высокой долей вероятности обе выйдут в средний. Я так намекну. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну вот рерол, я думаю, не надо было тратить на это. Надо было сделать... Ну это потому что клавсой не ударили. И типа, надо же ударить клавсой. Думаю, поэтому был потрачен РР. Ну я просто скажу проще. Вот глядя на мою команду гномов... Даже при том, что она не очень дорогая. Я могу играть с кем угодно. А когда смотришь на этот хаос или на этих некров... Ну им бы еще и сезончик посидеть. Но они выйдут, скорее всего. У нас вот реально... Люди, которые выходят... Они либо перекачаны, либо недокачаны. Смотришь там на Финдер Госта. Но у него же команда не для сала. Такой командой можно было бы играть в вышки. Смотришь на этого... Как я его называю? Это на Ефирюгу. Ну то же самое. Я, кстати, посмотрел. И это, конечно, временно, ребята. Но комбинатор уже одиннадцатый. То есть, если комбинатор выиграет последний матч... У него есть реальные шансы попасть в средний дивизион. Представляете? А комедиант не был в среднем дивизионе. Два сезона. Точнее, как... Нет, смотри, у него так... Я скажу так. Вот у него было сала-сала. Средний-средний. Четыре сала. Ага, потом он довольно... Он долго сидел в сале. Он как-то вот только в последних сезонах... Долго сидел в сале. До этого он был таким. Игроком среднего уровня. То есть, из восьми сезонов, три четверти, он сидел в сале. Из последних. Колян может выйти. Ну, Финдер Гост упал все-таки вполне не кислой командой. Если так вспомнить. Ну, вроде да, Лока. Довольно своеобразная поездка волком. Завезло? Завезло. Но поездка была странная. Ну, а еще и ГФИ такой корявый. Ми. Ну, я бы, кстати, хотел бы поиграть с Финдер Гостом по одной простой причине. У него силовая МВ Клавса пропускает игру. Поэтому я с ним готов играть. Вот так вот. Не волнуясь, скажем так. Не на такой максимальной концентрации, как с Ефирюгой. Вот так вот. Подходить-то зачем было? Сейчас некры просто уйдут направо. Потому что очень много хаоса слева. Перекос вполне очевидный. Надо повалить только козлика с даджом и все. Правда, некры как-то не спешат. Шестерка шикарная. Только вот я не понял, зачем он закрыл сам себе дырку, толкнув таким образом. Очень странный выбор. Он же реально закрыл себе дырку и потом уже колокол спас. Очень странно. Не понял я этого мува. Привет, Никотин. Ну, там надо было идти вперед. Осталось-то, блин, три хода и... Ой, да была какая неприятная. Осталось три хода, ситуации не очень нет. Надо блицевать волка. Ну, в принципе, гол не очень простой. И, видимо, придется пододжить немножко. То есть, выходить блицом через 1д гулей. И потом закрываться волками впереди. Ну, это самый адекватный вариант. Три игрока на одном воине. Это, конечно... Мя. Это просто не нужно. А, даже так решили в 1д бить. Ну, тогда так тоже хорошо. Окей. А при чем тут варианты животного, корейцы? Я не очень понял. Ну, вот это... Вот, ладно, окей. Вот это животное играет. Вот это... Вот это ультра... И он тратит реролл... На удар, а не на додж под... Ой, го... Ой, господи! Вот это была очень животная игра, пацаны. Вот это была очень животная игра. Очень плохо. Я серьезно говорю, это прям... Некор сыграл фигню. И просто... Я не знаю. И мяч не прикрыл. И рерол какой-то... Неадекватный. И... Да уж. Очень странный выбор, конечно. Ну, вопрос в том, кинет некор 3 плюс на гол или не кинет. Ну, вообще некор пытался зали... Ну, допустим, ладно. Ладно. Это... 2 плюс, 2 плюс с рероллом, наверное, лучше, чем 3 плюс. Ну, не наверное, лучше, конечно. Ну, вообще, такую херню отыграл Симон. Ладно. Притычки. Я бы просто назвал бета отскоком. Камни хорошо полетели. Один из самых раздражающих ивентов. Хаосу тяжело будет без рерола забить двухходовку. У них как-то для этого инструментария маловато. Накидал ГФ Ишх от души. Накидал ГФ Ишх. Прикин. Ого! Субтитры сделал DimaTorzok Не повезло, но Рейкин хорошо сыграл. Окей. Ну это не то, что прямо слабенький нерв, он все равно будет чувствоваться. Другой вопрос, что Ладан, например, это, как сказать-то, они смотрятся очень уныло вкупе с другими нерфами. Вот смотришь, например, на нурглей новых. И как бы понимаешь, что за них и кто играть не будет в здравом уме. Не знаю, откуда у них вообще пришла идея вот нерфить пасы и все остальное. Какой-то очень своеобразный нерв. Новые нургли полная ссанина, лол. В каком месте они имба? Нургли полная ссанина. Вообще неиграбельное говно. Ну, понимаешь, Хазил, нурглями, конечно, можно играть. Просто теперь это будет не там 5 сезонов прокачки, а там 10 сезонов прокачки, 1 сезон феерии и это... Неприятный, но терпимый дпш что-то ломает весь стартовый ростер нурглей. Этот нерв ломает абсолютно весь стартовый ростер нурглей в хламину вообще. В обзор нурглей не играли, не понимаете, о чем говорите. Когда у тебя один игрок с третьей агилой на всю команду, вы шутите или как? Я понять не могу просто. Нурглям сделали ротторов на 5000 дешевле. По-моему, воинов на 5000 дороже. Если мне не изменяет память. А ты негров видел? Негры прикольные на первый взгляд. Пошли, фалы. Понимаете, ротар получил минус гилу и за это скинули 5000. Ну, это смешно просто. У негров много других сильных сторон все-таки. У нурглей, понимаешь, очень неприятная экономика прокачки. Она и сейчас неприятная. А будет просто пьец какой. Ну, я имею воплощение, негры все-таки могут выплыть к чему-то адекватному уже в районе 1300 тв. Ну, плюс-минус. Нургли так не смогут. Нурглями прям реально надо будет очень... Как бы, нурглями играть на победу станет, ну, очень сложно. Ну, очень сложно будет играть нурглями на победу. Идет партизанская тактика фаллов. Я, конечно, понимаю, что новая система прокачки типа должна помогать, но такое. Не знаю, мне вообще весь ББ-3 кажется полной шляпой. Ощущение, что его там местами балансили люди, которые в игру просто не играют. Ну, то есть, может, это для настолки норм, но пытаться фичи из настолки нести в компьютерную версию, это как-то... ББ, чисто настольный, не очень работает, как игра для бесконечных лик. Ну, просто, говорю, Эпик Бон Вагон, он думает, что некры дорогие. Но там есть разница. Если некры просто дорогие, то нургли чудовищно дорогие. Вообще, очень опасные удары до убегания и забегания, мячом. Ну, вот я говорю, Эпик Бон Вагон. Разница в том, что просто нургли, ну, блин, еще более дорогая команда, чем некры. И при этом, теперь она будет работать еще позже. Вот вся разница. Просто пока ты будешь качать нурглей, ты там сто раз сгоришь. Была попытка симпатичного проталкивания. Не совсем получилось. Ну, сейчас волчика покатают. Хотя, мне все равно кажется, что хаос будет не так хорошо играть. Теперь. Ну, я не знаю, помогает она или не помогает. Она по задумке должна была помогать. Давайте так скажем. По задумке прокачка должна помогать. Ну, черки, по идее, тоже вполне симпатичная команда. Типа, с закосом подзавров. Тоже может играть, я думаю. Мне кажется, хаос многовато осторожничает. Предки-то. Ну, наролились два куба в флеш-голема. Некрой смотрится хорошо. Я согласен. Но, на самом деле, даже деды смотрятся более-менее терпимо. Посмотрим. Мне, скажем так, кажется, что некры стали более удобоваримые в драке. Хотя, может, это просто ощущение такое. Просто, с учетом того, что пока еще пул команд небольшой, я думаю, что стоит ждать вот этой вот хрени а-ля типа гномы-гномы, орки-орки и вот это вот все. Единственное, что мне нравится в новых изменениях, что такая хрень, как хуманы вроде должна начать работать. Вот. И рассвет хуманов смотрится хорошо. Рассвет хуманов как нечто прекрасное. Брятлен раз. Хаос слишком долго стоит. Хаосу пора думать о заносе. Он еще любит подраться. Да дело не в этом, Хазил. Дело не во встроенных навыках. Я скорее имею в виду, что теперь эти. Хуманы за счет вот изменений игры в пас получили те дополнительные опции, которые должны реально играть. Вот. В новой мете. То есть, понимаешь, что на ругляме ты теперь никогда в жизни не поиграешь в пас. И хаосом, и там еще чем. Хуманы теперь по-настоящему универсальная команда, а не мальчики для битья. Плюс выдали вот такие вот вещи типа антигарда, которые тоже будут играть. Там есть на что посмотреть. По-хорошему, здесь, конечно, надо было уронить и сесть на мяч. Игра сказала не сегодня. Хаос, как его сейчас спокойно уйти направо. Опять вильнуть. Ну, теперь для паса будет отдельная характеристика. То есть, по сути, теперь там в пас будут играть полтора землекопа. И вас будет проще медальку набивать. Какая команда лучше, орки или чёрки? Охрен его знает. Надо щупать. Но мне орки не очень интересны. Я на них наиграл-то миллиард игр. А вот чёрков я бы пощупал. У меня, конечно, там есть сомнения в габле лёгкие. Лёгкие сомнения в габле. Но, может, я и не прав. Посмотрим. Там же габлу переработали для команды чёрков. Она у них особая габла. Вот. С крепким черепом и... Чё-то, по-моему, там ещё было. Ну, я думаю, что в некоторых командах будет смысл там добрать одну агилу, например. Но, например, та же сила за 80, это пошли вы нахер. Ой, какой опасный удар без эрера. Но прокатило. окей. Сила за 80 это просто бред. Вообще без вопросов. Да, я не знаю, кто будет брать силу за 80. Но, видимо, надо встать вот сюда. Да, и дать блиц волка для проталкивания. теперь вопрос прокатит додж, не прокатит додж. Можно дать вкладку безумца и уйти в бока. Ладно. Ну, так тоже норм. А нейрон умеет считать до этого? нейрон пятнадцатый ход пятнадцатый ход я понимаю, что у тебя типа козлы как бы стоят на гол три штуки, но ой, мамма мия я не знаю, что сказать, но типа блин теперь блиц снизу толчок вверх и здесь удар в 1д поэт господи ужасно как как поздно человек понял в чем ошибка надо надо было козлом бежать на пофиг на гол ничего не бояться блоджом этот контакт кстати не имел смысла проще было дать ну хотя ладно посмотрим гол сложный он есть но он сложный да вот он сам дал проталкивание воина ой ужасная ошибка но игра кажись не накажет в общем ужасно привезли некры игра не наказала махасита тоже не очень очень плохая игра и от тех и от других табличка смерти тоже полная блевота я имею ввиду что вчера как раз приходил на эту тему рассказывал грайндкор очень плохо с этими вот изменениями травм на то что теперь по-моему на 1-2 это просто травма да а 3-4 это уже по-моему мнг это очень нехорошо это очень сильно бустит всяких вот там эльфов и прочим разоту не очень понял лейт мотива этого дэджа напоследок ну я имею ввиду про первую часть которая на это гоблины заиграют нет никогда гоблины фантима ею и останется все все начнем с тем Продолжение следует...